В четверг в 3 часа ночи на 121-м километре Киевского шоссе произошло ДТП. Водитель Лады Калины с пассажиром двигался по трассе в сторону Москвы. Как утверждает автомобилист, его подрезала другая машина, неожиданно перестроившаяся перед ним из соседнего ряда. Чтобы избежать столкновения с ней, владелец Лады вывернул руль влево и врезался в барьерное ограждение. Удар был сильным, легковушка протаранила отбойник и вылетела на обочину, получив значительные повреждения передней части автомобиля. Водитель и пассажир не пострадали. Днем в 4 часа сотрудники полиции выехали в один из обнинских супермаркетов, где два злоумышленника украли шесть палок дорогой колбасы. Как видно из съемок камеры внутреннего наблюдения, установленный в магазине, один из них наблюдал за обстановкой в магазине и приносил подельнику продукты, а второй прятал колбасу под одеждой. Охранник заметил парней и попытался остановить их на выходе из магазина, на что они выбросили колбасу и убежали с места происшествия. 10 ноября здесь же один из этих воров, но с двумя другими партнерами украли еще шесть палок колбасы. Тогда они остались незамеченными. По данному делу ведется следствие. Позже, около 7 часов, на кольцевой развязке проспекта Маркса и улицы Королева произошел очередной дорожный инцидент. Молодой человек на ВАЗе 2114 остановился, чтобы пропустить поток машин, двигавшихся по кольцу. Выдался хороший момент, чтобы въехать на круг, и вас трогается с места, но глохнет. Такого поворота событий совсем не ожидал водитель Рено Дастера, двигавшийся сзади, и врезался в автомобиль российского производства. Будьте внимательны на дорогах и не забывайте соблюдать дистанцию, чтобы не стать участниками подобных ситуаций. В пятницу в половине девятого утра на 105-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Владелец Форда ехал со стороны Москвы и на светофоре нарушил правила дорожного движения. Водитель повернул налево в сторону Белоусова под запрещающий знак, и его автомобиль столкнулся с Рено, двигавшийся прямо. Обе машины получили повреждения. Форд частично перекрыл движение по киевской трассе, а Рено от удара отбросило в дорожное ограждение. К счастью, пострадавших нет. Ирина Песлегина, Николай Подлепалин, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ.